Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся. И, конечно же, подпишись на канал, если ты еще этого не сделал. Мы это зимой, зимуем в Сочи. И выпуски будут все про Сочи. Буду делиться с вами полезной информацией, минусами, плюсами, какими-то определенными моментами. В общем, всем-всем, с чем связана жизнь непосредственно в Сочи. Мы здесь живем уже полтора месяца. Выпуски можете посмотреть в плейлисте. Сейчас здесь будет подсказка. Ну, а в описании, как всегда, будет прямая ссылочка на этот плейлист. Можете посмотреть. У нас сегодня с вами 9 декабря. Пасмурная погода после достаточно затяжного, кайфового времени, когда здесь светило солнце. Температура поднималась до 18 градусов в днем. Но было очень-очень классно. Море сегодня штормит. Я поэтому специально приехал сюда поснимать, показать, чтобы вы тоже насладились и кайфанули. А еще, лазя на днях в интернете, я нарулил такую информацию, которая так и называется, так же, как и выпуск. 50 интересных фактов про Сочи. Я сейчас вам их почитаю, о них немножко расскажу. Вы посмотрите на море, посмотрите на меня, посмотрите на тучки. С вами, может быть, еще немножко пройдемся. Ну, и в целом, вы напишите свое мнение про эти факты. И я, может быть, что-то добавлюсь. Ну, а вы, соответственно, в комментариях либо опровергните, либо тоже что-то добавите. Погнали! Но, перед тем, как вы продолжите смотреть этот выпуск про 50 фактов о Сочи, я хочу вас познакомить со спонсором этого выпуска. Ребята, девочку зовут Настя. Вот ее инстаграм. Обязательно подпишитесь. Она занимается потрясающим делом. Она иллюстрирует все то, что можно только иллюстрировать. Именно она нам сделала новую шапку для нашего YouTube-канала. Вот она. Оцените, оцените лайком к этому выпуску. Так вот, что мне очень понравилось. Это то, что на каждом этапе нашего сотрудничества она передавала файлы и показывала. Вот так, вот так, вот так. Я говорил, какие-то поправки она исправляла и делала. И в целом получилось, ну, классно. Нам зашло и понравилось. А еще она занимается иллюстрацией песен. Я, короче, сначала не понял, что она имеет в виду. Потом она мне объяснила. То есть, смотрите. Например, у вас есть песня, либо свое какое-то стихотворение. Она это слушает и выдает идею в иллюстрации. Прикиньте, как это круто. Также она может заинлюстрировать ваш портрет, ваше какое-то событие, еще много всего. Поэтому, если вам актуальна вся эта история, еще раз вот ее инстаграм, подписывайтесь и напишите. А еще по промокоду СЕМЬЯАРТ вы получите классную скидку. А теперь давайте смотреть выпуск. Итак, ребята, первый факт. Это Сочи. Самый крупный из всех российских курортов, как по территории, так и по количеству санаторно-курортных учреждений. Да, я здесь соглашусь. Я еще перед тем, как записать видео, я такой думаю, а как же Крым? А потом понял, что нет, как бы Крым-то это полуостров, и там очень много городов. Мы-то говорим про сам город. Поэтому, да, Сочи действительно самый крупный. Второе. Знаменитый российский курорт Сочи стал популярным еще во времена СССР. Этот курорт представляет собой отличное место для того, чтобы провести здесь свой отпуск. Ну, здесь даже спорить не стоит, потому что у нас единственный кусок в России теплый, где действительно можно провести кайфово свой отпуск. Третье. После проведения в этом городе зимних Олимпийских игр, да, в 2014 году, его популярность и востребованность возросла. С этим 100% согласен, потому что его как будто бы заново построили. Третье. Инфраструктура Сочи была улучшена, ну, вообще в разы, в разы. Если смотрит кто-то выпуск, кто местный, напишите в комментах, согласны ли вы. Я думаю, что вы точно согласны. Четвертое. На подготовку города к зимним Олимпийским играм было потрачено около половины триллиона рублей. Дохрена, согласны? Пятое. Город Сочи зажат между горами и морем. Ширина Сочи почти 40 километров. Именно такое расстояние разделяют горы и морские воды. Но я думаю, здесь вот в целом про сам город говорить сложно. Я думаю, что этот замер сделали именно в Эмиритинской набережной, потому что здесь в набережной, в смысле, Эмиритинская низменность. Мы же здесь низменность, и действительно, до гор где-то примерно такое расстояние. Шестое. Сочи растянулся вдоль берега Черного моря на расстоянии в 148 километров, что делает его самым длинным европейским городом, а также вторым по длине после Мехико, столицы Мексики. Представляете? Вот так вот, друзья. Так что мы в Сочи в топчике. Седьмое. Город Сочи был основан в 1838 году и носил имя Форт Александрия. Своё нынешнее имя он получил лишь через 60 лет. Считается, что он обязан своему названию одноименной реке. Впрочем, некоторые историки ссылаются, что некогда здесь жило племя, которое также носило это имя. Кто точно знает, пишите комменты, пожалуйста. Восьмое, ребята. Всего 200 лет назад в Сочи было местом ссылки. Ничего себе. Климат здесь был ужасный. Болото, на которых кишели малярины и комары. С тех пор многое изменилось. Ну да, изменилось. Слушайте, ну это факт прям такой. Интересно. Прикиньте, вас ссылают на юг. То ли дело там про Колыму услышать, а вот я вот читаю и про Сочи как-то даже не верится. Ну ладно. Девятое. Само слово Сочи упоминается в 1641 году. Тогда в Стамбуле была издана книга путешествий, где сообщалось, что в этом районе побережья обитало племя Сочи. Вот так вот, друзья. Десятое. Археологи установили, что на территории, где сейчас находится Сочи, еще около 300 тысяч лет назад обитали первобытные люди. Но мне кажется, они везде обитали, не только в Сочи. Одиннадцатая, друзья. Первый курорт в Сочи. Кавказская Ремьера. Открылся в далеком 1909 году. Это был комплекс из двух четырехэтажных гостиниц с театром, кафе, ресторанов. Самое примечательное, что курорт имел свой собственный водопровод, канализацию и электростанцию. Двенадцатое. Город Сочи не просто получил звание Русской Ривьеры. Он не просто является одним из самых престижных курортов в стране, но и расположен на широте Ниццы, Кани и Монте-Карло. Да. Поэтому мы сюда, ребята, приехали зимовать. И поэтому сюда приезжают зимовать многие люди. Дальше. Тринадцатое, ребята. Сочи – город с самой длинной пляжной полосой в мире. Целых 118 километров. Представляете, это второй такой кайфовый факт, что Сочи – это топчик мира. Четырнадцатое. На галечных пляжах в Сочи легко обжечь ноги. На солнце галька нагревается до 60 градусов. С этим не поспоришь. Мы здесь отдыхали в сезон 2019 году. Действительно, ребята, галька нагревается очень-очень сильно. Пятнадцатое. Солнечных дней в Сочи более 300 в году. Представляете, когда в Москве эта цифра, по-моему, 150 где-то так, то есть в 2, а то и в больше раз меньше. Да, здесь действительно очень много солнечных дней. Далее, ребята. Шестнадцатое. Температура воздуха в Сочи редко опускается ниже нуля. В таких случаях здесь бывает снег. Самая низкая температура когда-либо зафиксированная здесь была минус 13 градусов. Представляете? Если честно, мне в этом году хочется здесь увидеть снег прямо на побережье. Это будет очень крутой контент. И глазу видеть пальмы в снегу мне лично было бы кайфово. Ну, мне правда, мне хочется это увидеть. Дальше, ребята. Семнадцатой в городе находится более 200 уникальных памятников археологии. Ну, да, согласен. Восемнадцатое, ребята. В Сочи даже свой Парфенон имеется. Это здание зимнего театра, которым гордятся все, без исключения жители города. Вот так вот. Девятнадцатое. Сочи. Самый южный всех российских городов. Слушайте, ну тут как бы не поспоришь. Я об этом говорил ранее, что Сочи действительно единственное место, где можно отдохнуть, провести классный отпуск. Ну, чтобы было жарко. Двадцатое. В летний туристический сезон население города увеличивается в семь раз, достигая цифры в два с половиной миллиона человек. Здесь не поспоришь, здесь, как я люблю говорить, пернуть негде. И так, ребята, двадцать первое. Выдающийся ученый Андрей Гейм, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года, то открывшийся графон совместно с Новоселовым родился в Сочи 21 октября 1958 года. Ну, я тут, конечно, вообще в целом не понимаю, про что идет речь. Ну, наверное, да, факт. Двадцать второе, ребята. Смотровая башня на горе Ахун была построена политзаключенными всего за 101 день. Слушайте, я не совсем силен в этих таких данных, но, наверное, это мало, а может много. Не знаю, кто в курсе, пожалуйста, в комментариях пишите. Двадцать третье. Круглое лето в Сочи, праздники. Только здесь можно стать участником дегустации напинков на фестивале «Море пива» или увидеть новинки кино на фестивале «Кинотауэр». Да, здесь точно проходит кинотауэр, я это сто процентов знаю. Кайфово. От этого кайфово. Это точный факт. Двадцать четвертые, ребята. В Сочи действует более 30 православных храмов. Главным приходом является храм Михаила Архангела, который находится в историческом центре города. Кстати, в центр города тоже поедем погуляем, покажу новогоднее настроение города. Поэтому подписывайтесь на канал. Двадцать пятых. Если в Сочи католический костел, планируется строительство мечети, культурно-религиозными центрами располагаются балтисты, иудеи и индуисты, ребята. Смотрите, какая волна. Чёрное море, ребята, самое тёплое море в нашей стране. Ну, тут не поспоришь, это действительно факт. В августе прогревается до 28 градусов. Настоящее парное молоко. Кстати, купальный сезон в Сочи длится до октября. А тут, ребята, мне хочется добавить, что официально до октября, причём 31 октября здесь все палатки сворачивают, разбирают, демонтируют, и всё консервируют, так сказать, на зиму. Но люди! Вчера было 8 декабря, люди здесь купались. Море штрамины, везде знаки, что купаться не нужно. Всё равно купались. Поэтому, мне кажется, здесь зимой купается вода. Здесь сейчас градусов 15-16. То есть, даже теплее, чем на воздухе. Идём далее, ребята. Воды Чёрного моря содержат, слушайте внимательно, хлор, йод, бром, сульфат, карбонат натрия, калий, хлористый кальций, серно-кислый магний. Весь этот химический состав, коктейль, прекрасно влияет на человеческий организм. Да, не поспоришь, ребята. 28-ое, ребята. Сочись. Здесь Сочи, самый северный город из всех, где выращивают чай. Представляете? Сочи, столица российского чая. Да, здесь действительно есть плантация. Ставьте лайк, пишите комментарии. Мы тоже туда съездим, вам покажем, как всё это, ребята, выглядит. 29-ое. Долгое время существ... О-о-о-о, смотрите, смотрите, что творится. Я отойду, пожалуй. Ничего себе. Вот это сегодня бушует, ребята. Итак, 29-ое. Долгое время существовало мнение, что в России невозможно выращать эту ценную сельскохозяйственную культуру. Но стараниями отечественного агронома Кошмана в 1901 году, разбившего первую чайную плантацию под Сочи, этот миф был развенчан, друзья. Вот такие вот дела. Так что в Сочи чай растёт, можно пить. Собирать, точнее, и пить. А сейчас, ребята, очень интересный факт. Слушайте внимательно. В Сочи растут бананы. Не знаю, где они, но растут. Ну, короче, тут есть продолжение. Правда, из-за холодных для них зим они не вызревают. Вот так вот. Я точно видел банановые пальмы, но я ещё так усомнился. Скорее всего, это не бананы. Нет, ребята, это бананы. Просто они не созревают. Далее, ребята, 31. Нигде в России, кроме Сочи, не приростают пальмы, муншмула, инжир, фейхуа и эвкалипта. Нифига себе. А воздух улиц просто пропитан упоительным запахом цветущих магнолий. Ну, да-да-да, здесь это 100%. 32-ое, ребята, среди всех городов мира с субтропическим климатом Сочи самый северный. Да, согласен. Карту открываем и смотрим, что это действительно так. Именно в Сочи есть гора, которой, по легенде, был прикован Прометей и множество других экскурсионных объектов. Вот так вот. В 2010 году в Черное море в окрестностях Сочи обнаружена уникальная подводная река. Не знаю, что за река, кто в курсе, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. 35-е, друзья. Любимое блюдо сочинцев? Фасоль по-сочински. Слушайте, я не ел. Также в комментариях, пожалуйста, поделите. Блин, какая волна идет. О-о-о-о, что творится, что творится? Не-не-не, я отойду. Смотрите. У-у-у, ни хрена себе. Вот здесь продолжим. Итак, 37. В Сочи повсеместно растет декоративное растение олеандр. Первый раз слышу. Это кустарник с красивыми цветками розового, белого и малинового цвета. Но его листья, кора, дреясина и сок смертельно ядовиты. О-о-о, ничего себе. Поэтому, ребятки, будьте осторожны. 38. 4,5 всей территории Сочи. А это, ребяточки, 81% охраняемые заповедники. Да, это действительно так. И это действительно факт. 39-е. Часть территории Кавказского заповедника включена в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Ну, я это слышал и слышал много раз. Ребята, факт номер Сочи. Сочи – любимый город многих режиссеров. Здесь проходили съемки фильмов, отшедших в золотую копилку отечественного кинематографа. Таких, как Старик Катабыч, Приключения принца Флорезиля. В городе Сочи Темные ночи, Парк советского периода. И, короче, много-много всяких других. Ну и самое, ребята, главное, что здесь очень много снято классных видосов, фильмов про Сочи на Ютуб. Ну и мы тоже снимаем. Поэтому подписывайтесь на канал, друзья. 41-й, ребята. В Сочи есть горнолыжный курорт Красная Поляна. Снег здесь лежит на горах, склонных примерно полгода в году. Слушайте, с этим буду спорить, потому что на курорте Красная Поляна, на вершине Черная Пирамида, снег лежал в 19-м году. Круглый год. 30-го августа мы посещали эту вершину, и 30-го августа были фотки у нас в снегу. Вот, смотрите. Так что говорить о том, что здесь полгода лежит снег, ошибочное. Он здесь лежит круглый год. Далее, друзья. 42-й. Зимние, жаркие, твои. По таким слоганам в 2014 году в Сочи прошли вторые Олимпийские игры, которые проходили в России. Факт номер 43. Сочинская Олимпиада, на подготовку которой было затрачено свыше 50 миллиардов долларов, стала самой дорогой за всю историю Олимпийских игр. О-о-о. Так, она сейчас может накрыть. Вот так вот. 44-й. В Сочи расположена летняя резиденция президента России. Ну, конечно, как же без этого. Первый мировой спортивный рекорд в Сочи был установлен во время марафона заплыва на 40 метров в 1937 году. Итак, ребята, далее. 46-й. В Сочи автомобилей на душу населения больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Ну, факт такой, который, я не знаю, требует от вас комментария. 47-й. Маленьким Лос-Анджелесом, ночным городом света, веселья и музыки называют поселок Лоо на территории Сочи. Хоть его и название переводится как «Люблю отдыхать один», но в одиночку здесь точно не отдыхают. Вот после этого факта мне хочется прям взять и поехать в Лооо и посмотреть, что там за такой тусовочный поселок. Я знаю, что здесь есть тусовочный поселок в Адлере, это мандарин. Ссылочка на этот выпуск будет в описании. Я там тоже делал съемочку, посмотрите. Кто в курсе за Лооо, пожалуйста, с вас комментарий. Дальше. 48-й, ребят, почти закончили. В список выдающихся уроженцев Сочи входят Григорий Лепс, Стас Михайлов, Борис Немцов и еще ряд других. 49-й, ребята, пункт. Общественным транспортом в Сочи считаются и два фуникулера у Центрального военного санатории, санатория имени Орджиникидзе, и три канатные дороги, которые также в Сочи. Представляете? Ну и напоследок, ребята, на фоне этой большой волны Сочи входит в топ российских городов по численности населения. Вот так вот, друзья. Ребятки, очень прикольный и необычный выпуск у нас сегодня получился. Слушайте, я прям замерз, поэтому поеду домой пить чай. Ну а с вас, конечно же, лайк, вопросы в комментариях. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца и кайфанули от моря. Пока!